Друзья, до осады нашего замка остается всего лишь 11 недель, и это время я должен был полностью посвятить себя подготовке к этой осаде. Но нет, пришла ведьма и добавила мне еще немного головной боли. Теперь нужно собрать все ингредиенты для проведения какого-то ритуала, который должен избавить нас от проклятия. Мы продолжаем проходить игру, которая называется Yes, Your Grace. Меня зовут Перпетум и Лежи Александр. Всем доброго времени суток, уважаемые друзья. И не забывайте, что каждый лайк добавляет 1 голд в нашу казну. Это очень важно, деньги нам нужны. Ладненько, у меня есть 73 золота, 29 ресурсов, и в принципе я мог бы купить себе баллисту. Но в комментах сказали, лучше денежку не тратить налево и направо, потому что она понадобится для покупки ингредиентов. Поэтому давайте пока немного сэкономим, а дальше будем смотреть по обстоятельствам. Гревна, неделя 40. Итак, вернулись все мои представители, добавилось еще несколько крестьян. Я вижу охотника, я вижу Нокси и я вижу маленькую девочку. Это седание или нет? Понять сложно, ибо ну внешний вид изменился. Ладно, леди Алена. Давай. Я пыталась искать повсюду, но не нашла руты душистой, ваша светлость. Я думаю, что лучше будет попробовать поискать в другом месте. В каком другом, ну хорошо, поищем. Так, охотник. О, ваша светлость. Я только что вернулся из леса. Я нашел грязевиков, но не следа пропавшего сына. Крестьянина, кажется, не слишком это беспокоило. Я также нашел большой сундук с золотом. Я дал немного золота этого крестьянину, чтобы он не расстраивался из-за потери сына. Остальное я принес вам. Отлично. Мне кажется, крестьянин обманул на самом деле и просто хотел получить клад. Ведь он говорил, не-не-не, клада никакого нету, не ищите. Повесил бы я его, но не стану. Нокси, что случилось? Ты какими, ну, зачем ты пришел? К вашим услугам, ваша светлость. А, это же я его вызывал. Ну, ничего нового он мне не скажет. Давай, Нокси, иди отдыхай. Как вам угодно, ваша светлость. Проваливай. Да, это Сидани, она изменила стиль, имидж. Сидани? Это ты? Какого черта ты сделала со своим платьем? У Азалии есть взрослое платье, поэтому я тоже захотела себе такое. Не волнуйся, отец, я не испортила свое любимое голубое платье. Но ты испортила это. Ты сама его порезала? Где ты вообще взяла ножницы? Это перья в твоих волосах? Я нашла несколько красивых перьев в саду на прошлой неделе. Я хотела платье, как у Азалии, но я не смогла сделать такое же. Эта ткань только путается под ногами. Ты хоть не порезалась? Нет, отец, я в порядке. Просто хотела спросить, как тебе мое платье? Ну, конечно, можешь оставить. Она маленькая девочка, она хочет играться. В ней кипит жажда приключений. Да, она классная, конечно. Тебе лучше самой объяснить все своей матери. И сразу скажу, что ей это очень не понравится. Почему нет? Потому что не подстать принцессе носить такое порванное платье. Может быть. Она не будет злиться. Откуда ты знаешь? Вот увидишь. А теперь уходи, у меня есть работа. Спасибо, отец. Я знала, что тебе понравится. Да, мне понравилось. Здорово, холоп. Ваша светлость, наша деревня была недавно приобретена лордом Эттаном. Раньше мы были под командованием леди Лены. Но теперь оба лорда берут нас на здань. Лорда Эттана казнили? Ну, все, нет лорда Эттана. Какая нафиг дань? Попахивает обманом. Они посылают воинов собирать золото каждую неделю. И мы не можем им отказать. Мы платим двойную дань уже в течение нескольких недель. Мы пытались поговорить с лордами, но они игнорируют нас. Пожалуйста, помогите, ваша светлость. Итак, возьмите это золото в качестве компенсации. Нет, какого хрена? Это довольно странно, вам не кажется? Я буду давать ему золото, чтобы он платил дань лордам. Это жестко. Это жестко. Как-то. Генерала тоже послать я не могу, потому что он где-то бегает, что-то делает. Я не помню, что. Поэтому, чувак, ну извини. Ну, ничего не могу сделать. К сожалению, это решать лордам. Вы должны попытаться попасть к ним на аудиенцию снова. Но я пытался. Они меня не послушают. Я думал, что вы справедливый король. Полагаю, я был неправ. О-о-о-о, ну согласен прям, о-о-о. Ну, что поделать. Прости. Ах, черт вы все. Мою картошку опять украли. Я уверен, что кто-то прячет айтвар в своем доме. Как вы еще объясните то, что моя картошка продолжает исчезать? Мое зерно тоже. Это проклятая деревня. Я знал, я знал, что я не должен был сюда приезжать. Может быть, один из ваших охотников поможет выяснить, кто прячет у себя этого засранца? Эм, да, да, да. Этого зверюгу нелегко поймать, но мои охотники сделают все возможное. Спасибо, ваша светлость. Ой, если бы я только мог узнать, кто его прячет, я сдер бы с него шкуру. Такс. Ты кто такой? Вы кто такие? Король Родовии? Это король Родовии, мать его, за ногу. Это король Родовии? Ха-ха-ха-ха-ха! Здорово, король Родовии. Ну, давай поболтаем. Ваша светлость, мы нашли Родовского короля, монстра во плоти. Ой. Мы немного избили его за то, что он сделал с нашими братьями. Прости моих людей, у них просто чешутся руки. Особенно, если эти кулаки в железной броне. Эрик, у меня наконец-то появился шанс поговорить с тобой. Сколько лет прошло. Я боялся, что однажды ты придешь. Я не ожидал, что ты вернешься как король со своей армией. Конечно, нет. Какой шанс, что обычный бандит станет королем? Но я все равно справился. Мы понесли тяжелые потери, но ваша армия разбита. Для тебя не будет счастливого конца. Прежде чем я отправлю тебя на плаху, скажи мне. Зачем вдруг приходить в Даверн? Родове посреди гражданской войны. У нас есть, по крайней мере, два совошедших, борющихся за землю. Наша земля не похожа на вашу. Темная, твердая. На ней ничего не растет. Я предложил решение пересечь горы, чтобы найти нам новый дом. Некоторые смеялись, некоторые решили пойти домой. Они грабили и насиловали. Мы не все одинаковые. Должно быть, это были люди из других лагерей. Я упоминал, что мы в состоянии гражданской войны. Эти люди сделали то же самое в моей родной стране. Эти люди, от которых мы убежали. Родове разделено, не сравнивая нас с теми, от кого мы бежали. Тринадцать лет назад, когда ты напал на нас и положил меч на мою шею, должно быть, ты знал, что я не смогу сдержать свое обещание. Ты, должно быть, знал, что я сказал бы что-нибудь, чтобы ты отпустил нас. Тогда я был другим человеком. Я грабил людей, никогда не думал, что столкнусь с королевской семьей на своем пути. Когда появляется возможность, я думаю, можно получить отличные идеи. Конечно, я знал, что вы не сдержите свое обещание, но это дало мне искру надежды. Вступление в брак с дочерью из королевской семьи означало бы, что в Родове есть шанс по ту сторону гор. Наличие королевской крови означало бы перемирие. Не сразу, конечно, но достаточно, чтобы мы навсегда покинули свои проклятые земли. Когда мы в последний раз встречались, ты был бандитом на дорогах. Как вор мог стать королем? Сильно сказано. Это не совсем так. По ту сторону гор все немного иначе. Некоторые решили следовать за мной, и все. Я дал им надежду. Не все рождаются в королевском шелке. Некоторые должны заработать на него. И это то, что я сделал. Тогда с тобой была ведьма. Она проклинала меня, если бы я не задержал обещания. Прости за это. Аги, у нее есть склонность бросать проклятие на людей слева и справа. Я бы не слишком волновался об этом. Аги очень любила использовать это проклятие. Никогда не работала. Битва была жестокой. Ты очень любезно встретил нас. Прям долгожданное воссоединение. Когда мы пересекали границу, мы не хотели драться. Ты не оставил нам выбора. Мы использовали все, что было у нас под рукой, чтобы попытаться бороться. На удивление, у нас неплохо получилось. У тебя определенно была удивительная тактика боя. Мне было бы интересно узнать о ней. Позволь мне встать с земли. Ах, так лучше. Кстати, этот чувак довольно здоровый, да? Вам не кажется, прям такой викинг-варвар. Начнем. Использовать его в своей армии было бы крайне полезно. Расскажи мне о тумане. Это ж была магия. Как я уже сказал, мы не хотели никакого вреда. Туман — это обычный ладан. Мы надеялись, что использование большого количества замаскирует проход. Наивно, с моей стороны, думать, что дым будет длиться достаточно долго, чтобы мы могли пройти. Я надеялся, что к тому времени, когда пыль упадет на землю, нас всех уже не будет. Когда мы поняли, что туман вот-вот исчезнет, нам пришлось принять другую тактику. Вот когда мы окружили ваших людей. Огромные монстры, несомненно, принесли неразбериху на поле боя. О, ты имеешь в виду биздовых бизонов? Они большие, сильные. Мы обычно используем их для перевозки грузов. Но как выясняется, они отлично идут на таран. Могут выступать в роли довольно хорошей кавалерии. Мы никогда не видели такой магии огня. Что это было? Ты имеешь в виду огненные цветы? Мы используем их, чтобы встретить Новый год. Как бы ни было приятно наблюдать за ними, у нас также было немало несчастных случаев. Я подумал, что это неплохие качества могут сыграть в нашу пользу этот раз. Машина чуть не решила нашу судьбу. У нас есть творческие умы на нашей стороне. В тот момент, когда началась битва, наши люди пытались придумать что-то, что помогло бы нам. Я думал, что эта чёртова штука была ловушкой для тех, кто был внутри. Но было много добровольцев. Мы выпустили их, и казалось, что это сработало хорошо. Я полагаю, элемент неожиданности сделал своё дело. Достаточно. Ты знаешь, у меня не было другого выбора. Ты бы сделал то же самое ради тех, кого ты любишь. Да, Эрик? Отпусти меня, я обещаю, что мы не будем доставлять проблем. Мне не нужны твои дочери. Ваша светлость, пожалуйста, помните, что Бейрон родовец. Если вы отпустите его, король Едрик может не помочь нам во время битвы. Но если вы приговорите его к смерти, король Фабиан не поможет нам. Я знаю, что это трудное решение, ваша светлость. Но мы должны учитывать преимущество, которое вы получите от каждого из королей. Я отпущу его. У них есть светлые умы, у них есть какие-то остатки воинов, которые могут сослужить нам хорошую службу. У него есть тактические познания, такой чувак явно пригодится, конечно. Ты можешь идти. Я не стану для тебя новой проблемой. Думаю, у тебя их и без меня достаточно. Люди говорили мне, что ни один из семи королей не признает нас. Я должен был послушаться их. По крайней мере, я частично прав. Отпусти меня, я этого не забуду. Для нас пережить еще один день, и это уже победа. Спасибо, ваша светлость. Кстати, кажется, что родовцам удалось прорваться в самое сердце Дайверна. Похоже, моя дочь хорошо подходит для твоей Азалии. Что? Дочь для Азалии? А может быть, та подруга Майя Азалии это дочь Бейрона? Хм. Хм-хм. Итак, ладно. Пока оставим эту пищу для размышлений на потом. Есть несколько вещей, которые я должен сделать. Во-первых, зайти в зал совета и найти иголки с ниткой, которые лежат... Это, да? Шерсть. Это шерсть Абрелии. Может быть, я могу сделать что-то из нее? Так, это шерсть. А что касается ниток? Во, соединил. Блин, я не мог соединить. Итак, смотрите-ка. Мы соединили шерсть с нитками, которые у меня уже были. Шерсть с нитками. Со спицами. Теперь нужно найти какой-то флаг. Он вроде как на стене замка. Вот это, да? Старая ткань. Может быть, я могу использовать этот кусок ткани, чтобы сделать что-то для Аурелии? Теперь это надо соединить. Отлично. Та-дам! Это было на самом деле довольно приятно. Хе-хе. Я сшил для жены... Скатерть? Неудивительно, что Аурелия так много тратит время на это. Надеюсь, ей понравится. Хорошо, с этим мы разобрались. Теперь нужно отправиться в темницу и добыть там эти грибы. Грибы, 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 которые нужны для изготовления зелья. Вот они. Это должен быть гриб, о котором говорила ведьма. Я просто возьму один. Так, с грибы у нас тоже есть. Отлично. Осталось найти книгу, которая лежит в зале совета. Вот она. М-Н-О... Ах, вот оно. Исполнение ритуалов. Проклятие и исцеление. Юрка Зарембы. Хорошо, у нас теперь есть книга. Далее отправляемся в покой. Поговорить с женушкой. Аурелия, моя любовь. Ты мое сердце. Ты моя мечта. Ты моя жена. Любимый. Я только что говорил с Бэйроном. И честно говоря, я не знаю, что думать. Мы неправильно поняли всю эту ситуацию. Бэйрон никогда не хотел воевать с нами. Что? Как это возможно? Они бы выиграли, если бы не эта лавина. Они просто искали новое место, которое стало бы для них домом. Их страна на грани войны. Но как насчет Ларсулии? Она действительно... Он действительно хотел жениться на ней. Чтобы получить признание от других королей. И построить новое королевство на лучшей стороне гор. Я отпустил его. У меня не хватило духу, чтобы казнить его после того, что я узнал. Ты правильно сделал. Он сказал, что ведьма использовала это проклятие на многих людях. И, видимо, оно еще ни разу не сработало. Эрик, это отличные новости. Я не уверен. Я не могу сказать точно. Возможно, он лгал, чтобы спасти свою жизнь. Ох, что мы будем делать? Это должна ты решить, дорогая. Тогда мы продолжим ритуал. Я не хочу, чтобы нас настигло это проклятие. Хорошо, но помни, что ты всегда можешь передумать. Хорошо? Конечно, дорогой. Это все. Конечно, мы хотим принести хоздорового ребенка. Кажется, будто независимо от того, сколько я отдыхаю, я всегда чувствую усталость. Я просто посижу здесь. А как отдать Аурелии портрет? Я хочу отдать Аурелии портрет, любимый. А вот. Ничего особенного. Он даже сделан не очень хорошо. Но я хотел, чтобы у тебя было что-то, что напоминало бы о том, как сильно я тебя люблю. Мы вместе, несмотря на то, есть ли у нас сын или нет. Я люблю тебя, дорогая. А, Эрик, я тоже тебя люблю. Это прекрасно. Ну, правда, все нитки торчат. Ну, это не важно, мне нравится. Я поставлю его в рамку и сохраню навсегда. Все будет хорошо. Я знаю, милый, я знаю. Итак, с этим мы разобрались. Аурелия наша получила подарок. Отлично. Союзнички. Позвать некого. А вот отправить за цветками можно ведьму. Рута душистое расположение сюда. Давай, отправляйся. Че? Уже было исследовано, да? Давайте эту тогда локацию. Странно. А че тогда оно не исчезло с карты? Непонятно. Не понимаю. Так, почитаем книгу. Исполнение ритуалов, проклятие и исцеление. Есть ли что-нибудь о получении наследника? Хм. Ах, это похоже на то, о чем говорила ведьма. Радзаницы ухаживают за беременными и повитухами. Беременными. Они всегда бывают в виде трех духов. Маленькой девочки, молодой женщины и старухи. Радзаницы посещают новорожденного через три дня после рождения. Они решают будущую судьбу ребенка, поэтому по их прибытии стоит приготовить подношение и накрыть стол. Три дня спустя... Я не думаю, что мы сможем что-нибудь сделать после этого времени. Ох, наверное, это все. Призвать радзаниц до рождения ребенка очень опасно. Но в случае успеха они могут помочь не только с будущей судьбой ребенка. Кроме того, радзаницы могут повлиять на характеристики новорожденного, такие как тип или цвет волос, глаз или даже пол. Следующее заклинание необходимо для того, чтобы благополучно призвать духов. Вам все еще не время приходить. Мы просим прощения за то, что беспокоим вас. Дитя ее чрева еще не рождено. Мы просим вас дать нам то, чего мы хотим. Пусть небо станет красным, а вода обернется черной. Да раскалится гаран под натиском мужества и храбрости нашего ребенка. Позволь молодому, взрослому и старому духу прийти к нам, чтобы выполнить наши приказы. Я должен предупредить вас, что этот текст был написан со слов, и ни один письменный источник не повествует об этом ритуале. Однако я слышал об этой практике из надежного источника, моего давнего друга, поэтому я решил включить ее в эту книгу. Оговорка. Автор и издатель книги «Исполнение ритуалов. Проклятие. Исцеление». Не несет ответственности ни за побочные эффекты, ни за ущерб, вызванный неправильным исполнением ритуала. Хм. Интересная книга, но, в общем-то, надо будет запомнить ритуал. Звучит жестко и длинно. Что еще? Блин, Аурелия, я ж поговорил с тобой. Все, это все. Я как бы, ну, нормально. Да. И на этом, друзья, мы с вами пока остановимся. К сожалению, эта серия вышла по определенным причинам меньше, чем обычно, но завтра будет длинная. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч. Удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok